Энтони Хопкинс родился 31 декабря 1937 года в городе Порт-Толбот, графство Уэльс, Великобритания. В 1963 году окончил Королевскую академию драматического искусства и начал работать в театре. В 1967-1970 годах был членом труппы Британского национального театра, затем переехал в США и стал сниматься в кино. Отец мальчика, булочник, отправил его в дорогую частную школу, где маленький Тони чувствовал себя одиноко и в знак протеста плохо учился. Единственное, чем он, по собственному признанию, занимался этой игрой на рояле и перед разниванием учителей. После школы родители отправили сына в колледж музыки и драмы в Кардифе, где его способностям был дан выход. Любимец соучеников, фокусник и клоун, он продолжил актерское образование в Королевской академии драматического искусства 1961-1963. Потом провинциальная сцена и в 1968-м дебют в кино. Хопкинс сыграл в фильме «Лев зимой» режиссера Антони Харви «Принца Ричарда», будущего короля «Львиное сердце». В 70-е годы актер играл, в основном, роли второго плана, играл вполне профессионально, но без особых откровений, преимущественно в военных фильмах и детективах. Главное для него в это время происходило в театре и на телевидении. Там этот приземистый крепыш с простецким лицом постепенно набирал опыт и награды. Так в 1973 году. Он был признан актером года за исполнение роли Пьера Безухова в телесериале «Война и мир», а в 1975-м получил приз нью-йоркских критиков как лучший актер за роль психиатра Дайзерта, столкнувшегося со странным случаем вандализма в пьесе о шофере Эквоз. Постепенно складывался артистический образ Хопкинса, человека неторопливого, основательного, даже несколько медлительного. Его спокойный взгляд и несуетливая манера в равной степени могли стать характеристикой героя и остросюжетного произведения, и сугубо психологического, когда в обоих случаях от актера требуется показать внутреннюю энергию, таящуюся за ординарной внешностью. В 1978 году Ричард Аттенборо предложил Хопкинсу роль в фильме «Магия», до предела заостряющую это напряжение между внутренним и внешним. Так, наряду с героями, трактовка которых не выходит за рамки тонкого психологического рисунка, появляются герои-маньяки, среди них, в частности, Гитлер, сыгранный на телевидении. И если в фильмах, снимавшихся в Англии, преобладали роли первого рода, то голливудские работы Хопкинса тяготеют к последним. Среди них особую известность приобрел Ганнибал Каннибал в картине «Молчание ягнят» 1991 «Реш. Тш. Деми», за которого актер получил Оскара. Его персонаж, обладающий ужасной внешностью, впечатление от которой усиливается постоянно надетым намордником, одновременно умен и проницателен, что видно по его глазам. Несколько лет назад Хопкинс, страдавший от алкоголизма, но излечившийся благодаря помощи общества анонимные алкоголики, вернулся из Лос-Анджелеса в Англию, где живет со своей второй женой, посвящая свободное время своему любимому занятию, игре на фортепиано. Режиссерская работа Хопкинса – фильм «Август 1995 года» по мотивам произведения Антона Чехова «Дяди Ваня». В 1987 году Хопкинс получил от королевы Елизаветы рыцарское звание. Таким образом были оценены его многочисленные заслуги в искусстве и популяризации Великобритании во всем мире.